В седьмой беседе на первое послание к Тимофею, святитель Иоанн Златоуст говорит о сребролюбии и украшении. Великие и неизлеченные все благодеяния, которые Бог оказал нам, Он принес себя в жертву за врагов, за ненавидящих Его и отвращающихся от Него. Что кто-нибудь другой не сделал бы ни для своих друзей, ни для своих детей, ни для братьев, то Господь сделал для рабов. Притом Господь, который не таков, каковы рабы, но Бог для людей и для таких людей, которые не заслуживали одобрения. Ибо если бы они заслуживали одобрения, если бы они были благоугодны Ему, то не так было бы себе достойно удивления. Между тем, ныне, это особенно поражает, всякий ум, что Он умер за таких неблагодарных и несмысленных. Что люди не делают для своих единоплеменников, то Бог сделал для нас. И мы, пользуясь плодами такой любви, еще притворяемся и не любим Христа. Он придет себя в жертву за нас, а мы презираем Его, когда Он нуждается даже и в необходимой пище. И не посещаем Его, когда Он болен или наг. Какого гнева, какого наказания, какой гиенны это достойно? Ибо если не что-нибудь другое, то уже ли одно то, что Он благоволил, присвоить себе человеческие страдания и говорить алчу, жажду? Не было в силах обратить всех к Нему. Но как сильна власть денег, или лучше сказать, как велико развращение тех, которые добровольно поработились им. Не они имеют великую силу, но мы слишком слабы и порабощены ими. Мы презренные земные, мы плотские и бессмысленные, ибо не в них содержится великая сила. Что они могут сделать, скажи мне, будучи глухими и бесчувственными? Если даже дьявол, скверный дьявол, который так зол и во всем производит расстройство, ничего не значит, то какую силу имеют деньги? Если увидишь серебро, то представь себе, что это олово. Но ты не можешь этого сделать. В таком случае подумай о том, что оно истинно есть, что это земля. Но ты не убеждаешься этим доказательством. По мысли о том, что и мы погибаем, что многие из тех, которые стяжали его, не получили от него почти никакой пользы. Что бесчисленное множество людей, которые тщеславились им, соделались прахом и пеплом. Что и теперь они подвергаются ужаснейшему наказанию, становясь гораздо беднее тех, которые производили жизнь среди горшечников. И часто те, которые покоятся на ложах и слоновой кости, бывают более достойны сожаления, нежели те, которые лежат на навозе. Но оно услаждает взор. Но много есть других вещей, которые еще больше могут услаждать взор. Потому что и цветы, чистый воздух, и небо, и солнце гораздо больше приносят наслаждения. Кроме того, оно имеет на себе много ржавчины, вследствие чего многие даже утверждали, что оно черно. И это можно видеть на серебряных изображениях, которые почернели. Между тем, в солнце нет ничего черного, ни в небе, ни в звездах. И в этих цветках гораздо более приятности, чем в цвете серебра. Следовательно, не цвет услаждает нас, а любостяжание и несправедливость. Это услаждает душу, а не серебро. Отвергнись ее от души, и тогда увидишь, что то, что кажется теперь драгоценным, будет презрение грязи. Отвергни страсть сию, ибо те, которые томятся в горячке, когда увидят даже грязную лужу, хотят напиться из нее, как из чистого источника. Между тем, вполне здоровые часто не чувствуют жажды и к чистой воде. Отвергни болезни, и увидишь вещи в таком виде, в каком они существуют. И чтобы ты знал, что я не лгу, я могу указать тебе многих, которые таким образом поступали. Потуши огонь и увидишь, что эти вещи менее ценные, чем цветы. Золото хорошо, но оно хорошо, когда издерживается на милостыню для вспоможения бедным, а не для бесполезного употребления. Не для того, чтобы ему лежать внутри кладовой, или быть зарытым в земле, или чтобы им обвешивать руки, ноги и голову. И обретается не для того, чтобы при посредстве его мы связывали узами существа, созданные по образу Божию, но чтобы разрушали связанных. Или на это и употребляй золото, разрушай связанного, дабы ты не связал той, которой разрешена от уст той из души. Ибо для чего, скажи мне, ничтожную вещь ты предпочитаешь всему на свете? Разве от того, что оно золото не составляет оков, будет ли это золото или железо, значение его одно и то же, кроме того, что первое тяжелее последнего. Но что делает для нас эту вещь легкую, тщеславие и то, что все смотрят на женщину, связанную с золотыми оковами, хотя и следовало бы больше стыдиться сего. Ибо чтобы убедиться, что это истина, свяжи и оставь ее в пустыне, где никого нет, кто бы смотрел. Тогда почувствует она тяжесть этих уз и со скорбью станет смотреть на них. Побоимся, возлюбленные, чтобы не услышать нам этих страшных слов. Свяжите ему руки и ноги. Матфея 22, глава 13 стих. Притом, зачем ты, жена, причиняешь себе это зло? Ни один узник не связывается по рукам и ногам, а ты зачем обвязываешь ей голову? Разве не должно связать руки и ноги? Зачем опутывать шею бесчисленным множеством цепей? Я оставляю без внимания заботы по этому поводу страх, беспокойство и споры с мужем, когда случится недостаток в вещах и смерть, который подвергается, если что-нибудь из вещей этих пропадает. Разве это составляет удовольствие, скажи мне? Чтобы другой услаждал свой взор, ты подвергаешься и узам, и заботам, опасностям, и огорчениям, и ежедневным спорам. Разве это не заслуживает всякого обличения и осуждения? Поэтому не будем, умоляю вас, не будем больше так поступать. Но разрешим всякий союз неправды, раздробим алчущий хлеб, будем исполнять и все прочее, что может даровать нам дерзновение пред Богом, чтобы мы сподобились получить обитованные блага о Христе Иисусе, Господе нашим, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава держава, честь ныне и пресна, и во веки веков. Аминь. Аминь.